Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о новинках и моих покупках косметики. Давайте сразу погнали, приступим к самому интересному. Первое, что я приобрела, это три новые помады от Wet n Wild. Вы, наверное, знаете мою любовь к этим помадам, если вы смотрели мои видео хоть раз. Я их обожаю. Это действительно было открытие 2014 года. И настолько бюджетные помады меня действительно поразили своим качеством, потому что они потрясающе лежат на губах, они очень хорошо держатся на губах, они отлично выглядят. И, в общем-то, когда они на губах, никто не скажет, что эта помада стоит 2 доллара. Но на самом деле это ее цена. И, в общем-то, я решила, раз цена позволяет, можно набрать себе сколько угодно оттенков, и выбрала еще три оттенка. Первый у меня сейчас находится на губах. Это оттенок, называется Think Pink. На самом деле, когда я только получила эту помаду, я еще была с рыжими волосами, и как-то она мне была вот просто никак. Она, наверное, из-за того, что у меня была внешность более контрастная, она меня выбеливала, делала очень бледный, и мне, в общем-то, не нравился эффект, который я получала от этой помады. И когда я перекрасилась уже в более светлый оттенок, я решила попробовать ее снова, потому что цветотип, в общем-то, поменялся у меня сразу. И я решила, что, может быть, она будет выглядеть на мне неплохо. И, в принципе, да, сейчас, мне кажется, она выглядит на мне намного лучше. Она меня слегка так освежает, даже, можно сказать. Поэтому, да, для вот такого цветотипа, как у меня, то есть светлые волосы, светлые черты лица, мне кажется, что вполне может подойти этот оттенок. Если вы более контрастная девушка, там, жгучи черные волосы, черные глаза и так далее, и так далее, то лучше такие оттенки не покупайте, вы будете с ними бледно, так, мертвецки выглядеть. Следующий оттенок уже успел стать моим большим фаворитом. Это оттенок, который называется Sugar Plum Theory. Он выглядит в упаковке очень темным. И, на самом деле, я решила попробовать что-то такое темное, потому что такие оттенки сейчас просто дико в моде, поэтому я решила выйти немножко за грань своей зоны комфорта и что-то такое попробовать. В общем-то, чем мне нравится конкретно эта помада, тем, что если вы ее совсем легко вот так вот наносите, вот такими похлопывающими движениями, она получается такой ярко-алло-малиновый какой-то вот такой вот оттенок, но в то же время этот оттенок получается носибельным. Он не выглядит как что-то такое готическое, что-то такое совсем не от мира сего, но если вы эту помаду нанесете именно вот как помаду, вот полностью, в полную ее мощь, то она довольно темная, но в то же время этот оттенок все равно очень интересный. Это такой темно-темно-фиолетово-сливовый какой-то вот такой вот оттеночек, очень интересный и тоже стала она моим фаворитом наравне с Rosebud. И последний оттенок, который я взяла, это был оттенок Cherry Bomb. И вот эту помаду я еще не рискнула на выход куда-то накрасить, потому что она действительно очень темная. Это глубокий бордовый оттенок, даже немножко с таким серовато-коричневатым подтоном. Очень в моде такие цвета, но действительно мне кажется, что мне сейчас с ней будет трудновато, особенно со светлыми волосами. Такой сильный прям акцент на губах, мне кажется, у меня будет съедать. Но тем не менее в коллекции мне что-то такое полезное. Я думаю, может какой-то макияж с этой помадой сделаю, чтобы вы на нее посмотрели в действии. Вообще, если говорить откровенно, для каких-то вот именно контрастных девушек с темными чертами лица, мне кажется, будет очень классно. Я не удержалась и все-таки решила попробовать этот мега знаменитый бальзам от Lucas Papay. На самом деле это не бальзам, это мазь. И, в общем-то, да, очень много людей сейчас просто в восторге от этого бальзама, что он творит чудеса и так далее и тому подобное. Мое мнение такое немножко двоякое, потому что, что касается того, как он работает на губах, то он действительно очень приятный. Он хорошо разглаживает губы, очень сильно их увлажняет. Но каких-то вот прям чудес я не заметила, что бы он делал. Да, у него хорошая цена, он имеет хороший состав и, в принципе, работает неплохо, как бальзам. Я с этим полностью согласна, причем объем очень большой. Чем он меня больше всего поразил, так это как раз своими медицинскими свойствами. Наоборот, у него здесь написано, что его можно использовать и на ожоги, и на порезы, и на открытые раны, и на язвы, и на укусы насекомых. В общем-то, на все, что угодно, судя по всему, ему можно наносить. Если вы смотрели мое предыдущее видео, то, может быть, обратили внимание, что у меня палец весь был в пластыре, у меня была такая очень неприятная рана на пальце, и я ее несколько дней мазала зеленкой, мазала там всякими разными штуками, для того, чтобы ее подсушить, чтобы она начала затягиваться. Но ничего не помогало, но несколько дней болело, несколько дней сочилось, и вот я решила в итоге вот это вот попробовать, намазала, и вот как-то она очень быстро затянулась после этого, и перестала болеть. Вот это меня поразило. И мама моя тоже, кстати, пробовала эту штуку у себя на ранке, и тоже ей помогло, в общем-то, поэтому, да, вот именно такой медицинский эффект у него очень крутой. На губах такого прям вау-эффекта я не заметила. Забыла вам тоже показать еще одно пополнение в плане помады. Это помада от Faberlic, вот в такой вот форме карандаша. Вы уже, наверное, знаете, что я их люблю, вот эту серию, и, к сожалению, они, по-моему, сняли с производства большинство оттенков, оставили только буквально там три, по-моему. И тот, который они оставили, это был вот этот 4734, опять-таки, очень модный оттенок. Это очень-очень такой темный, натуральный сливовый оттенок. Опять-таки, если наносить его слегка, вот, например, даже взять на палец и растереть по губам, получится такой вот яркий сливовый тинт, ярко-такой красно-сливовый тинт. Если же нанести его в полную мощь, то получается очень глубокий такой темно-сливовый оттенок. Опять-таки, что-то, в общем-то, такое безумное, если вы хотите попробовать что-то, но не хотите сильно много тратить на это денег, потому что, возможно, сегодня это будет модно, завтра не модно. Поэтому вот такие вот вам варианты, все бюджетные, можете поиграться, попробовать выйти из зоны комфорта, как и я. Еще тоже у меня есть небольшой заказ Faberlic, и поэтому тоже хочу вам рассказать о новинках в этой, в общем-то, марке. В новинках, по крайней мере, для меня. Первое, что заказала, это карандаш для бровей 54-11. Так как, опять-таки, я сменила цвет волос, мне нужно было что-то другое, потому что карандаш, которым я пользовалась для этого, он имел в себе очень такой четкий, рыжеватый подтон. И я решила взять что-то такое более холодное. Мне этот карандаш не нравится. Он довольно толстый, во-первых, во-вторых, он очень такой восковый, он как-то прилипает к волоскам, наверное, к коже слишком сильно. Вот мне бы хотелось, наверное, чтобы либо он был в два раза тоньше, как Анастасия Ваври Хиллз, либо, я не знаю, чтобы он не был, наверное, таким вот липким, потому что с ним вот с такой вот толщиной и с такой текстурой сложно довольно работать. Тем не менее, это возможно. Сегодня брови оформлены у меня именно этим карандашом. Держится он нормально. Тут никаких претензий у меня к нему нет. Но если бы его сделали в два раза тоньше, он бы был очень классным, вот серьезно. Также я перезаказала вот такой вот консилер в ручке. Опять-таки, не уверена, продается ли он еще. Я как-то вот, когда захожу на сайт и просто смотрю на сайте, я его не вижу. Но потом захожу в личный кабинет, и там иногда он появляется, то есть вот когда уже залогинена я. Поэтому не знаю, можно его купить или нет, но мне он очень понравился. У меня предыдущий закончился, и я не думала его заказывать снова, но как-то мне его сильно не хватало, потому что он действительно очень-очень классно перекрывает какие-то проблемы на лице. Вот эта кисточка, ее наносишь, вот, например, вот выскочил какой-то прыщик, наносишь вот это средство, и этой кисточкой прям вот вокруг растушевываешь, все вот так вот идеально просто делается, и сверху закрепляешь какой-нибудь там пудрой, все, все держится, все очень хорошо скрывается, и вот просто чудо-продукт. Действительно очень бюджетный, но в то же время для каких-то вот таких вот проблем в стиле прыщиков отлично просто работает. Не знаю почему, но кислородную серию от Фаберлик я почему-то попробовала буквально только недавно. Вот этот крем, я могу ошибаться, но, по-моему, он один из самых известных у Фаберлик, потому что они как бы славятся кислородной косметикой, и как-то я все время обходила ее стороной, не знаю почему. Вот решила взять какой-то базовый просто крем для лица дневной, решила взять вот этот, который называется дневной крем энергия кислорода, номер у него 0414. Мне этот крем очень понравился, вот сейчас на зимнее время, когда я просыпаюсь, я нередко чувствую, что кожа у меня как будто немножко стянутая, вот ей хочется какой-то влаги, хочется какой-то напитанности, и с утра вот я просто как умываюсь этим кремом, и кожа у меня как будто после этого оживает. Очень приятное ощущение, она создает единственный минус, здесь, по-моему, нет эспеев. Вот если бы здесь был эспеев, то был бы просто отличнейший крем, вот такой действительно бюджетный, но в то же время, который выполняет заявленные свойства, он действительно хорошо увлажняет, и это увлажнение держится вот вплоть до вечера, по крайней мере, у меня так точно. Еще тоже попробовала две новинки, которые буквально недавно у них появились. Первая это питательный крем для рук и ступней, малина и белый шоколад. Мне понравился этот крем опять-таки тем, что он более плотненький, более жирненький, чем все вот остальные кремы вот в такой вот упаковке у них. У меня есть точно такая же упаковка, только, по-моему, какие-то там острова, запах у него неплохой, но это такой именно лосьончик, а вот это уже более такое что-то жирненькое, более такое приятненькое. В общем-то, да, опять-таки бюджетная находка, хороший крем для рук. Я не могу сказать, что он какой-то революционный, но вот если мы говорим о масс-маркете, о тех деньгах, которые он стоит, то очень-очень неплохой вариант. Последнее, что хочу вам показать, это шлифующий скраб для тела, малины и белый шоколад. Вот эта штука невероятно прикольная, она выглядит, вот я не знаю, видно он будет или нет, и пахнет, вот как настоящее варенье, но это скраб, и который, кстати, очень даже неплохо работает. Очень классно использовать такое средство перед депиляцией. В общем-то, мне безумно нравится, много в нем таких вот шлифующих частичек, и здесь, насколько я понимаю, это какие-то косточки, может быть, даже и косточки малины, и наверняка сахар, но я не уверена в этом, но в то же время, как бы, основа у него такая вот желейная, и очень-очень много таких вот скрабирующих, царапучих, ну не то чтобы царапучих, но таких вот шлифующих частичек в нем. Очень мне нравится в первую очередь из-за своей текстуры, из-за своего запаха, и экономичный тоже у него довольно расход. В общем-то, я думаю, что попробую еще какие-то другие запахи из этой же серии, потому что у них вышла целая такая серия, там всякие, как бы, вкусные запахи, поэтому я думаю, что-то еще попробую, когда это у меня закончится. Ну, в общем-то, если вам нужен какой-то скраб для тела, то очень я вам его рекомендую. Запах просто божественный. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, что это видео вам понравилось, и было бы сколько-то полезно. Хочу тоже у вас попросить совета, если вы знаете какие-то хорошие карандаши для бровей, которые могут подойти мне по цветотипу, то есть вы, может, ими пользуетесь, или, может быть, вы визажист, и знаете, что мне может подойти, к чему может присмотреться, потому что я сейчас очень сильно в поисках какого-то хорошего карандаша для бровей. Склоняюсь все-таки к Анастасии Бралвиз, но, может быть, есть еще какие-то другие варианты, тоже не менее хорошие. Поэтому, если знаете, то, пожалуйста, посоветуйте. А я уже, наверное, буду заканчивать это видео. До встречи в новых моих видео. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...